Здравствуйте дорогие друзья, с вами канал Футбол в Сибири и сегодня в этом выпуске мы с вами поговорим о матче Енисей-Нефтехимик. Ну что хочу сказать, что Енисей с первых минут показывал атакующий футбол, уже начал атаковать ворота Нефтехимика, но благо у Нефтехимика вратарь стоял как глыба, как стена и просто-напросто любая атака, контр-атака Енисей завершалась тем, что вратарь брал мяч и отбивал. Ну конечно же и защита Нефтехимика не давала слабины, ну хотя атаки Енисея были очень активны, но уже на 38-й минуте Нефтехимик распечатывает ворота Енисея, проведя контр-атаку и конечно же для Енисея это как-то уже складывается неудачный матч, хотя мы видели как он может выходить из этой ситуации, но было видно, что все у них так сказать под контролем. Ну а второй тайм также уже начал проводиться в атакующий футбол для Енисея и хотя можно было видно, что Енисей немного может быть подустал, но на 56-й минуте Енисей сравнивает счет, забил Александр Коноплин, очень так сказать приятно видеть было футбол Енисея уже и как-то давай очень активно себя Енисей начал показывать и со штрафных, и это как-то должно было принести свои плоды, но нет, уже проведя контр-атаку на 65-й минуте Константин Базилюк выводит Нефтехимик вперед и конечно же это как-то ставит под вопрос победу Енисея и конечно же было видно, что Енисей уже подустал, но нет, уже в добавленное время на 90-й минуте плюс добавленное время, Никита Глушков сравнивает счет, счет становится 2-2, очень так сказать боевитый матч для Енисея, я вообще не понимаю эти вот ничьи Енисея, может быть когда-нибудь эта эпопея ничьих завершится, но мы все прекрасно понимаем, что вот это вот ничьи Енисея, они просто-напросто могут довести до того Енисея, что они уже и в стыки не попадут, и я уже стал бы задумываться на тренерском штабе футбольного клуба Енисея, что нам делать дальше, потому что так нельзя играть в футбол одни ничьи, да, конечно, у Алании проблемы с лицензией для того, чтобы участвовать в переходных играх и выход в премьеры Лигус, но Енисей, до зимнего перерыва, пока был Артем Горлов, Енисей играл в очень атакующий футбол, показывал очень отличный футбол, ну, когда сменился тренерский штаб у Енисея, вообще, можно сказать, что Енисей на одних ничьих, так сказать, держится, выходит сухим из воды, хотя я бы не сказал это так, ну, посмотрим, как будут развиваться события, дорогие друзья, ну, что ж, на этом все, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok